Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моём канале. Сегодня у нас мороз, перед этим целая неделя, как раз вот новогодняя. Она была прям жаркой, доходила до 18 градусов плюсом. А сейчас резко похолодало, у нас сейчас ночью минус 12 было, и утром выключили свет. Поэтому у меня сегодня утро начинается не с кофе, а с того, что я завожу генератор. Ну что, пробуем завести генератор. Так, вот открываем, выключаем, и дёргаем. Давай! Мороз, можно не завестись. Давай, родной! Всё, чуть-чуть. Всё, генератор заработал, в доме теперь свет есть, обогреватель уже включён. Сейчас побегу к своим курочкам, всех покормлю, и там надо ещё заделать один выгул, потому что шёлковые курочки его ободрали. Сейчас покажу, как я буду там всё делать. Пришла я к своим красивым курочкам. Здесь у меня чисто, не воняет, подстилка вся сухая. Сейчас ещё досыплю свежих опилочек. Если честно, они очень любят эти опилки, почему-то они их съедают. Хотя, вот сейчас, конечно, мороз я траву не рву, но вот когда у нас была, да, тёплая погодка, и трава была, и спокойно я рвала, и им давала, всё было замечательно. Собственно, здесь, видите, у меня мешки, и, как правило, да, куры больше всего гадят под насестами. Я каждое утро просто вытрухиваю эти мешки, и сохраняется более чистая тогда подстилочка. Но сейчас я досыплю свежих опилок, у меня опилки есть, целый мешок, поэтому я подосыпаю. Вот, всё будет чистенько. Сейчас мороз, но у меня курочки несутся, правда, конечно, не прям супер, но яйца есть, и на то вам спасибо. Сейчас я знаю, что у многих вообще мороз, и никаких яиц нету, но вот у меня, по крайней мере, для себя хватает. Вот, сейчас выгул был заклеен, да, точнее, забит клеёнкой, они её сорвали. Вот я сейчас буду более сейчас плотную клеёночку закреплять, чтобы здесь держалось тепло. Здесь у меня двухсотка лампочка, и, как правило, её хватало, чтобы в курятнике держалась прям хорошая плюсовая температура. Так что за дело. Ну что, вот он мой выгул, и теперь вот так вот он закрывается. Здесь сейчас прорежу, потому что я думаю, что, может быть, они не поймут, хотя оно нормальное, туда и туда. Ну, чуть-чуть, наверное, надрез всё-таки сделаю. И ещё парочку, наверное, я тут прибью, не знаю, одной рукой у меня получится. Опа! Вот так, всё, чтобы не оторвали. Да, курочки у меня все ручные, все как котятки, очень их люблю. Ну всё, красота. Сейчас я ещё порассыпаю здесь известь. Вот, подсушивает подстилку, дезинфицирует. Известь обязательно гашёная. Вот, мне очень нравится. Я в прошлом году делала подстилку. Зола, известь и, собственно, опилки. В этом году я использовала, ещё покупала Агростраж. Ну, вы знаете, ерунда. Пару дней пахнет, ну, вот именно, знаете, такой вот хвоей. Потом запах пропадает, и точно так же, да, как-то начинает циреть. Здесь этот, господи, подстилка. О, здрасте, Рексик, привет. Главный тут. Родился, кстати, он у нас в курятнике, поэтому он здесь частый гость. Его ни кур не боятся, ни он кур. В общем, да, и поэтому я решила, что больше тратиться на вот этот Агростраж не буду. Буду так же, как всегда, известь. Собственно, зола и свежие опилки. И всё. Зимой я курятник практически не чищу, а только добавляю, потому что они очень сильно, во-первых, утрамбовываются, во-вторых, они съедают опилки. Я насыпаю свежие, они прям их очень быстренько все лопают. Вот, так что сейчас подосыпаю, и курочки будут довольны. И здесь, кстати, очень быстро сейчас температура подымется, потому что закрыла им выгул. Ну, вот так вот у меня получилось. Чуть досыпала опилочек, но надо будет ещё туда немножко ещё подсыпать. Вот, здесь, как я уже сказала, мешки для того, чтобы когда ночью гадят, потом чистишь, и остаётся более свежая опилка, и запаха не так много. Здесь уже курочки расположились, наверное, хотят уже яичко снести. Петушок наш красавчик. И шёлки мои. Я их очень люблю. Ну, кстати, вот сейчас я вижу уже, что они прям крупненькие, да, уже доросли до того, чтобы, можно сказать, было, что это шёлки-аборигены. Есть, конечно, один цыплёнок, но он изначально какой-то был такой странный, маленький. Вот, так он и остался какой-то странный и маленький. А все остальные вот крупненькие, хорошенькие, вот такие вот красавчики. Да, красотуля. Чихаешь? Да, да, красивая, красивая куронька. На этот, насыпала опилок, пыль поднялась, чихнула куронька. Так все здоровые, все красивенькие, всё отлично. Так как на улице холодно и вся вода замёрзла, сейчас наливать буду, таскать, и вёдрами. Осталось только это ведро, представляете, хорошие вёдра, чистенькие, которые у меня для воды. Они вместе с водой замёрзли. Я специально, знаете, ставила, чтобы стекала вода дождевая, чистая. Ну, и она вся там и замёрзла. Короче, пришлось найти ведро, какое есть. Ну, оно, конечно, грязненькое, рабочее, но ничего. Поэтому поподливаю всем водички. Хорошая чистая ведёрка я уже занесла, она сейчас растает. И тоже буду ходить водичку доливать. Ну, всё, водички налила, покормила. И смотрите, какая у меня есть красивая парочка легмаранов. Вот эта вот курочка должна занестись оливковыми яйцами. Пока я ещё, конечно, оливкового яичка не дождалась. У меня в хозяйстве сейчас красивые розовые яйца и голубые. Вот. И очень жду ещё оливковое яйцо. И также у меня есть одна курочка. Вон она, мараночка. Она тоже молоденькая. Жду шоколадное яйцо. Но от маранов, говорят, ждать очень долго. Где-то около 8-9 месяцев. А ей только 6, поэтому ждать ещё будем долго. А вот эта курочка должна вот-вот занестись. Как только появится у нас оливковое яичко, вот, я сразу вам покажу. Она уже начала ковахтать. У неё прям яркий такой гребешок, серёжки. Очень надеюсь на яичко. Вот. На улице холодно, и они пришли в курятник греться. Попили, поели, вот. И здесь вот уселись погреться. А кто это у меня тут такой красивый? Кто это у меня тут такой красивый? Роксюня мой, Роксюня. Он мурлычет, мой хороший. Ты решил полежать под диваном? Ай, ты мой красавец. Такой красавец мой. Роксюня. Кто у меня здесь такой красивый? Он мурлычет, так мурлычет. Кто не знает, я приютила кошечку Лаки. Она мне в курятнике родила вот такого вот красивого котёночка чёрного. Я обожаю чёрных котов. И Лаки чёрная, пушистая. А Роксюня гладкошёрстный. Ой, какой красавец. Тоже оставила его себе. Остальных котят раздала. Я думаю, уже пора выпить чашечку кофе. И пойти снимать для вас интересное видео об орхидейках. Всем любви, всем удачи. Всем пока-пока. Встретимся на орхидейном канале.